Нужно понимать, что ситуация на фронте продолжает быть тяжелой. Гибнут огромное количество солдат и офицеров. Наступление российской армии на Харьковскую область стало главной темой для российских пропагандистов и зет-патриотов, однако далеко не у всех по этому поводу радостное настроение. К примеру, российский политик, офицер, турбопатриот Иван Атраковский в интервью российскому блогеру Павлу Иванову пожаловался, что ситуация на фронте далеко не такая радужная, как об этом говорят российские пропагандисты, и продвижение вперед дается российской армии ценой огромных потерь. Не все так просто, как нам говорят, что побегу, победа, вот-вот-вот, сейчас ничего подобного. Нужно понимать, что ситуация на фронте продолжает быть тяжелой. Гибнут огромное количество солдат и офицеров. Погоди, так Путин же говорил, что потери санитарны, пустяки. Да что ж, получается, Путин врал? Штурмах, они штурмуют. Мы можем в ладошки хлопать, ура, то взяли село, второе, третье, не понимая, какой кровью это было все взято. Не понимая. Да когда же это зет-патриотов смущали такие мелочи? Подумаешь, бабы еще нарожают. Да кто-то говорит, что, слушайте, главная победа, подождите, о жизни людей, солдат, это не важно. Одели сейчас патриотические одежды и кричат, вперед, вперед, так иди собака, сам вперед и своих сыновей возьми. Людоедство российской государственной пропаганды, которая призывает россиян массово идти и погибать во имя ничего, похоже, достало уже даже таких вот радикальных патриотов. Правда, пока что дальше слов у них дело не идет. Вот так вот повозмущаются на камеру, покричат и дальше идут покорно погибать за Соловьева и Витязеву. Так победу мы никогда не добьемся вообще от Плова. Добьемся, что берем огромной кровью наших товарищей боевых. Особого оптимизма Отраковский не испытывает и по поводу наступления на Харьков. По его словам, Украина уже построила достаточно мощные укрепления, преодолевать которые российской армии придется ценой крайне больших потерь. Тот же самый Харьков, это город в миллионе. И вы думаете, что они сидели сложа руки? Они построили высокое эшелонированную оборону до Киева, я в этом уверен. В общем, у тех, кто в России не занимается пропагандой за деньги Кремля, а хотя бы немного знаком с реальной ситуацией на фронте и в армии, как видим, настроение вовсе не радужное, не такое боевое, как у телеграммных пропагандистов, а они-то как раз понимают, что ситуация для России очень тяжелая. Да, Россия наступает, это правда, российская армия продвигается вперед, но ценой каких потерь, зная о том, какой ценой даются все эти взятые развалины, сел абсолютно выжженных, мертвых, которые уже как бы собственно и не нужны, то есть Россия получает абсолютно бесполезную выжженную землю, и зная, какой ценой это дается, мы видим, что те зет-патриоты, которые знают, да, они как раз этим фактом опечалены и встревожены. И тут надо сказать, что фактически вот эти проблемы и провалы на фронте признали сейчас в России даже на наивысшем уровне, потому что, как вы уже все знаете, конечно, накануне Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу, отправил его в отставку, и, конечно же, понятно, да, что если бы все было так прекрасно и хорошо, как рассказывала все эти годы российская пропаганда, как, помните, говорил сам Шойгу, да, что Украина несет там какие-то колоссальные потери, а у России потерь нет, да, если бы все действительно было так радужно и так отлично, то, конечно же, не было бы никакого смысла кого-то увольнять, менять, делать какие-то перестановки, раз Путин пошел на этот шаг, то есть для него это вообще нетипично, он крайне неохотно там кого-то увольняет, признает свои ошибки, но раз он пошел на этот шаг, это, по сути, признание на высшем уровне, что, ну, до этого происходили провалы, да, накопилось такое количество претензий к министру обороны, там, к действующему вот этому, значит, кругу лиц, которые занимались там военным командованием, да, уже настолько очевидны стали их ошибки, просчеты, что игнорировать их дальше было просто невозможно и пришлось идти на такой шаг, фактически, это признание Путиным своих ошибок, да, в том, что у него не все так гладко и не все так радужно. Да, безусловно, ситуация на фронте очень тяжелая, Россия продолжает наступать, забрасывая фактически украинцы в невероятном количестве своих потерь, не считая с потерями, да, то есть им удается идти вперед, но, повторюсь, украинская армия все равно демонстрирует просто чудеса, выдержки, стойкости, мужества, и мы видим, что, ну, реально и во всем мире этим восхищаются, и даже противник, даже россияне признают мастерство, храбрость украинских военных, и я постоянно это показываю, да, как они в своих, в таких вот подобных интервью, да, в своих постах, обращениях, заявлениях, они все время подчеркивают, что да, украинцы молодцы, украинцы очень жестко воюют, как говорится, никто не бежит, никто там никуда в панический не отступает, как лгали эти всероссийские там и псошные телеграм-каналы, и российская армия, если там чего-то и добивается, то, в общем-то, цена этих успехов такая, что, в принципе, адекватные люди понимают, что лучше бы этого всего вообще не было, и, ну, в принципе, я думаю, что однажды все равно, рано или поздно это дойдет до большинства российских граждан. Давайте мы, участники специальной военной операции, в новых субъектах Российской Федерации, давайте по два гектара нашим воинам. В Государственной Думе России заявили, что будут выдавать российским военным участки на захваченной территории Украины. Соответствующей инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия», давний соратник Путина Сергей Миронов. Он предложил выдавать оккупантам по два гектара земли в оккупированных областях Украины, чтобы спасти эти области от запустения. Ну, как-то так получилось, что пока Россия не пришла, на этих землях жили себе люди, работали, и никакое запустение им не угрожало. А теперь Россия сначала превращает эти территории в пустыню, а затем планирует колонизировать их своими гражданами. Наше предложение, давайте мы, участников специальной военной операции, в новых субъектах Российской Федерации на сегодняшний день, это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожье, Херсонская область, что-то мне подсказывает, что прибавление будет. Давайте по два гектара нашим воинам, которые сегодня защищают русский мир, которые освобождают братский украинский народ от нацизма, давайте такую норму ведем. Я подумал, что же мне это напоминает, и, собственно, долго думать не пришлось. Конечно же, это печально знаменитый план ОСТ, разработанный гитлеровской Германией. Россия, как обычно, не придумала ничего нового и просто скопировала идеи Третьего Рейха. Думаю, не нужно подробно останавливаться на том, что такое план ОСТ. ОСТ, это, собственно, школьная программа, но на случай, если кто забыл, совсем коротко поясню. Это план колонизации немцами захваченной Восточной Европы. Коренное славянское население они собирались изгнать, а, собственно, территории, заселенные славянами, собирались заново заселить уже немецким населением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова